С тем, чтобы, возможно, была возможность к этому вернуться. Итак, коллеги, давайте сейчас я покажу, расшарю свой экран с вами. Тоже будет традиционная просьба сказать, что вы видите мою презентацию. Сейчас, секундочку. Так, сейчас проверю. Вот сейчас вы должны как раз видеть первый слайд, на котором написано два тренда в развитии карьеры. Как их использовать? Тоже традиционно либо голосом, либо плюсиком. Все, прекрасно, прекрасно. Ну что, коллеги, а итак, сегодня мы с вами поговорим о двух трендах в развитии карьеры, причем о таких современных трендах, которые как раз возникли, вернее, как возникли они раньше, но усилились и стали более очевидными на фоне, в частности, вот текущей эпидемиологической ситуации. И, естественно, кто предупрежден, тот вооружен, поэтому мы как раз посмотрим, во-первых, какие они. А на самом деле их всего-то в целом три тренда, но мы сегодня поговорим именно о двух. Вот, мы посмотрим, как их можно использовать для себя и что, собственно, необходимо в первую очередь, какие базовые такие кирпичики или навыки нам необходимы для того, чтобы, опять-таки, для себя использовать эти возможности для построения своей карьеры. Коллеги, поскольку, насколько я вижу, не со всеми мы знакомы, хотя знакомые лица, если я вас вижу, тем не менее, давайте кратенько представлю, чтобы вы тоже понимали степень моей экспертизы как раз по данному вопросу. Зовут меня Татьяна Тимина, более 10 лет, но уже скоро больше 12, управления сложными проектами и консультирования, связанные с вопросами организационной культуры, трансформации организационной культуры, в первую очередь, в аналитическую. Если говорить о таких вот проектах, в рамках которых как раз можно, которые, в рамках которых было и построение моей карьеры, и в рамках которых приобретен опыт, с которым я сегодня хочу с вами поделиться, то это вот, в частности, один из моих первых проектов был как раз интеграция ресурсов, такой проект верхней уровни сложности, да, поскольку вы знаете, что слияние компании это как раз относится к одному из самых сложных уровней проектов, и вот как раз интеграция ресурсов, скажем так, в одном из ключевых подразделений я руководила. Дальше были аналитические проекты, и коллеги, что особенно интересно, были и международные проекты, то есть проект внедрения инноваций России и Германии, причем, смотрите, в разных культурах, это вот Россия и Германия, это Россия, получается, и Европа, а вот последний, например, опыт как раз трансформации культуры, это как раз восточные компании, в индийской компании, ну, плюс ко всему опыт работы в корпоративном университете. Что полезно, опять-таки, из опыта, работа с крупными проектами, с крупными консалтинговыми компаниями, такими как McKinsey и Boston Consulting Group, ну, вот здесь вот вы видите члены сертификатов, основные компании, в которых как раз удалось работать, с которыми удалось работать, посчастливилось, и один из последних проектов, который связан как раз с аналитическими компетенциями, с разработкой модели аналитических компетенций. То есть, если у вас по ходу семинара возникнут какие-то вопросы в части моей экспертизы, то тоже буду рада ответить, особенно если они связаны с сегодняшней темой. Если они связаны с сегодняшней темой, то тоже буду рада ответить, но уже по окончании нашего сегодняшнего семинара. Коллеги, у нас сегодня выделено 45 минут на все про все, но, тем не менее, да, тем не менее, я бы хотела 2-3 минуты посвятить вот какому вопросу. Ведь каждый из нас пришел сюда с какой-то целью. И хотя бы кратенько, напишите буквально в течение 30 секунд, да, что вы ожидаете получить на выходе от сегодняшней встречи нашей. Потому что тогда максимально под вас какие-то примеры постараюсь адаптировать. В целом, темы, которые планирую обсуждать, они достаточно универсальны для любой отрасли. Но, тем не менее, если вы поделитесь вашими ожиданиями, то для вас, опять-таки, вебинар пройдет более полезно. Что бы хотелось бы сделать. Так, вижу пока, записи пока не вижу. Тогда, коллеги, давайте сделаем так, чтобы с целью экономии времени, кто, у кого есть желание для себя получить максимальную пользу от семинара, вы тогда напишите ваши ожидания. Ну, а кто просто хочет поинтересоваться данной темой, то давайте мы тогда вот по этой теме и пойдем. Ну что, пока жду ваших комментариев в чат. Давайте перейдем к истории. Ведь полезно учиться на истории. Знаете, есть в Священном Писании такая книга проповедника Экклесиаста. Так вот, там есть такая фраза, что что было, то и будет. И действительно, очень часто прошлое учит нас сегодня быть более успешными. Если кто-то читал мою заметку в Facebook, то видел, что да, я уже описывал этот случай, о том, что когда-то, а в частности, в XVIII веке во Франции, построить карьеру, сделать карьеру, не построить, а сделать карьеру. Это означало, собственно, сделать портрет в пастели у Розальбы Карьеры. Что интересно в данном случае, и чему мы можем поучиться на примере Розальбы Карьеры, использовать это в дальнейшем. Знаете, ведь исходно, она была дочерью кружевницы. И, в общем, была из очень бедной семьи. То есть, если родилась в Венеции, по сути, это был, ну, практически верх бедности. То есть, она должна была сама рисовать, расписывать шкатулки для того, чтобы просто банально прокормиться. А что в конечном итоге получилось? В конечном итоге получилось, что аристократы выстраивались... Дмитрий, да, увидела ваши комментарии. Тогда посмотрим, да, перспектива карьерного. Вижу, да, коллеги, тогда чуть позже посмотрю и, значит, постараюсь тоже скорректировать. Но в конце встречи максимально ответить на ваши вопросы. Итак, так вот, 36 работ королевской семьи во Франции, коллеги, ни много, ни мало. Аристократы выстраивались не в очередь. За счет чего? Причем, Эмиль, да, очень хороший вопрос. Тогда вот для вас тоже, уверенно, будут полезны те вопросы, которые мы сегодня будем обсуждать. Итак, возвращаясь к Розальбе Карьере, к тому, чему ее пример нас учат. А, так вот, за счет чего она это сделала-то? Ведь, понимаете, до нее вообще никто не увлекался пастелью. И никому в голову вообще не приходило, что разрисовано, что мелки, и вообще вот этими мелками можно что-то нарисовать, что будет тренироваться. Да еще и люди будут выстраиваться за этим в очереди. То есть что ее отличало? Незаурядность, новаторство, то есть она могла посмотреть под другим углом. Новаторство, предприимчивость, богатство пришло после. Смотрите, это у нас с вами 18 век. Но незаурядность, новаторство и предприимчивость и сегодня не менее актуальна. Что в конечном итоге, вот видите, это вот я представила вам один из лучших портретов Людовика XV, который тоже принадлежал Розальбе Карьере. И вот здесь, на этом слайде я сознательно не написала два важных момента, о которых мы будем говорить сегодня. Первый важный момент, коллеги, и в карьере Розальбы, карьеры самой, не обошлось без консультанта. И сейчас я покажу, кто был ее консультантом. А консультантом ее был Пьер Кроза. Тоже очень интересная личность. Исходно крайне бедный. Вообще их было два брата. Пьер и его старший, еще один его брат, не помню, старший или младший. Знаю только, что Пьер Кроза звали бедным, потому что его брат был богаче. Но, тем не менее, эти два человека, то, во-первых, именно Пьер посоветовал Розальбе карьеру в 1716 году о том, что ей необходимо переехать во Францию. Так, коллеги, у всех пропал звук или все меня слышите? Вот просто Ольга написала, что звук пропал. Поставьте, пожалуйста, плюсики, кто тоже не слышит. Есть звук, все прекрасно. Ну, Ольга, видимо, да, от интернета зависит. А, так вот, слышно, все прекрасно. Да, держите тоже меня в курсе, если какие-то технические сложности будут. Так вот, именно этот человек посоветовал Розальбе карьеру переехать во Францию. Что она через 4 года сделала? То есть, видите, не обошлось без консультантов. А дальше, собственно, что и чем интересна сама судьба того же Круза? Они были, опять-таки, тоже бедные люди, и затем они смогли подняться из-за безвестности и стать не только выдающимися финансистами, но и коллекционерами. Так вот, о чем все это? Что первое, что оказало влияние на Розальбу карьеру, это, безусловно, помимо ее таланта, помимо возможности взглянуть на вещи с разных сторон, это наличие правильного консультанта. Возможно, как раз за счет того, что тот же самый Пьер Крозу умел хорошо консультировать, он тоже стал одним из богатейших людей того времени. То есть, они с братом были самыми богатыми. Поэтому важно уметь нашему руководству так строить предложение, чтобы руководство, а, понимало нас, а, б, могло принять быстро на основании наших рекомендаций какие-то решения. И, коллеги, вот сейчас буквально два слова поделюсь своим личным опытом. То есть, экспертиза, вот моя лично в компании, признавалась, во всех компаниях, в которых я работала, признавалась практически с самого начала. Но достаточно долго мешало то, что я не так четко делала свои предложения руководству, как стала делать после того, как освоила ряд техник, которыми хочу сегодня с вами поделиться. После этого карьера стала двигаться, ну, просто, что называется, по экспоненте. Поэтому, коллеги, вот очень частая ошибка экспертов, а многие из вас, уверенно, являются экспертами, так вот, очень частая ошибка экспертов говорить не на языке первых лиц. Так вот, что у Розальбы карьера, что у Пьера Кроза, мы как раз можем поучиться тому, что вот как раз именно этот навык тоже во многом им помог. Но для того, чтобы научиться говорить на языке первых лиц, нужно понимать этих самых первых лиц. А что для этого еще нужно? Ну, единственное, коллеги, сейчас я сделаю такую небольшую паузу в плане того, от чего зависит понимание первых лиц или что является важным в плане понимания первых лиц, а вернусь немножечко из прошлого, то есть из 18 века, к нашим современности, к сегодняшним дням. И как раз поделюсь с вами основными трендами, которые как раз были озвучены, вот, в последнее время, выделены как основные для нашего времени, наиболее актуальные, особенно с учетом того, что сейчас не редкость сокращения рабочих мест, как вы знаете, более плоская структура организации, и от этого тренда текущего момента с этим, в общем, поспорить достаточно сложно. Так вот, какие тренды выделены? Посмотрите, первый тренд – это консалтинг. То есть как раз то, наверное, во многом за счет чего преуспел тот же самый Пьер Кросс. Второе – это коучинг и менторство. Коллеги, вот об этом тренде мы сегодня говорить не будем, потому что все-таки это отдельная тема. А вот если говорить о консалтинге и партнерстве, то тут как раз есть общие инструменты, о которых мы сегодня с вами поговорим. А как выглядит консалтинг? То есть кому из вас будет удобно посмотреть с этой точки зрения на все, на те три инструмента, о которых мы сегодня обсудим? А если вы специалист в своей области, к вам обращаются за советами, и вы хотите понять, как выдавать советы за деньги? Ну, многие-то нас считают консалтингом, когда хотят не совсем так. А вторая ситуация – если вы эксперт или специалист в своей компании, к вам часто обращаются коллеги, а наша ваша карьера не движется. Ну, вот эта коллегия как раз какое-то время была во многом мой случай. Поэтому как раз умение, умение говорить на языке первых лиц, именно это помогло изменить ситуацию в части движения карьеры. То есть то, о чем мы с вами уже начали говорить некоторое время назад. Так вот, для того, чтобы говорить на языке первых лиц, коллеги, как вы думаете, что нужно сделать? Либо в чат вопросики напишите, либо голосом скажите. Так, пока не вижу, не слышу. Ну, хотя бы кто самый смелый? Два-три предположения. Что в первую очередь надо сделать, чтобы первые лица нас понимали, чтобы говорить на языке первых лиц? Ведь от них зависит. Тот же самый Круза, если бы не был близок к королю, вряд ли бы он стал самым богатым человеком Франции. С братом. Так, коллеги, не вижу. Либо вызывает какую-то сложность у вас, либо... Ага, так. Слышу, когда начинается сказать. Да, конечно. Предположу, что, чтобы понимать других лиц, нужно уметь их слышать. И правильно понимать информацию, которую они хотят нам донести. Да, Ксения, совершенно верно. Надо уметь их слышать. А вот для того, чтобы уметь их слышать, коллеги, что вам необходимо? А нам с вами необходимо вообще понять их особенности. Ну, то есть, понимая как раз особенности, мы одно и то же слово, сказанное разными лицами, можем интерпретировать по-разному. И более того, слышать как раз вот то, о чем вы, Ксения, сказали, ключевые слова первых лиц. Поэтому сегодня мы с вами начнем с того, что... Когда уже сейчас переходим к практической части, да, поговорим об особенностях первых лиц. Дальше, Ксения, опять-таки продолжая вашу тему, понимая особенности этих первых лиц, тогда мы начинаем их уже слышать, мы начинаем понимать основные... Мы можем, как сказать, мы можем сформулировать основные цели обращения к ним. И затем, коллеги, после того, как мы поняли основные цели обращения к ним, нам важно понимать необходимости этих целей. Значит, коллеги, у кого-то есть вопросы по этим трем пунктам? Мы сейчас их, конечно, будем разбирать, но, может быть, сейчас сразу кто-то из вас хочет что-то уточнить. Я думаю, что вот об особенностях первых лиц, наверное, это понятно, то есть, по сути, Ксения вот ровно это сказала, что надо уметь их слышать, а слышать это как раз через понимание особенностей. Иметь цели, обращение к ним, но это вот еще, как говорится, согласовывать нашу цель с их целями, по сути. Вот, а о необходимости, достаточной цели есть какие-то предположения, коллеги, что это такое? Так, ну, вижу, как говорится, вопросов пока не вижу, ответов тоже. Ну, тогда давайте об этом поговорим чуть позже. А перейдем к особенностям первых лиц. Значит, итак, коллеги, существует, безусловно, много классификаций, которые как раз позволяют нам эти самые особенности первых лиц понять. Мы сегодня рассмотрим одну. Причем это одна, которую как раз в свое время одну из классификаций рекомендовал управляющий партнер компании Капси Павел Безручка, собственно, который как раз очень многому, и меня в частности научил тому, как обращаться к первым лицам, чтобы наши предложения принимались. Так вот, мы сегодня остановимся на такой классификации, которая называется DIST. И, коллеги, не буду подробно останавливаться, если будет интересно, я уточню просто, как вы сможете получить эту презентацию, да, но о чем хотела сказать, что вот анализируя успех людей, которых мы с вами уже разобрали, Розальбу Карьеру, Пьера Кроза и Уильяма Марстона, это все были люди очень разнообразные. И поскольку они были разнообразные и наблюдательные, то вот они такие интересные классификации, в частности, и делают. Так вот, что собой представляет модель DISC? Она, по сути, делит всех, ну, тут не только, скажем так, топ-менеджеров, но и разделяет людей на четыре основных группы. Причем, смотрите, сама классификация строится по следующему признаку. По их активности поведения, то есть насколько оно активно, то есть это либо сам человек рвется в бой, да, либо ждет, пока уже бой не принять будет невозможно. И по их отношению к среде, ну, то есть по той среде, вернее, которая есть недружелюбная среда или дружелюбная. То есть что их интересует в первую очередь? Интересует только ли результат или интересуют люди? А наша коммуникация в этом плане будет абсолютно разной. Так вот, смотрите, коллеги, чем отличаются как раз, собственно, доминирующие люди? Доминирующих, как вы сами понимаете, в первую очередь у них активная позиция, и их интересует результат. То есть люди их интересуют, ну, скажем так, гораздо меньше, и коммуникации им надо делать тоже на основании просто описания результата. Ну, сейчас мы посмотрим на конкретный пример. А дальше, если мы говорим про адаптивный или комплайенс, это вот C от диска, да, то тут это в первую очередь организованность, определенность. И вот смотрите, то есть это люди скорее процедуры. То есть всем важно, чтобы были правила игры. И стиль управления их обеспечивает как раз исполнение правил. То есть что важно? Вот, например, здесь к доминирующим людям можно, и по почте обратиться, можно обратиться, и, соответственно, во время встречи адаптивным людям лучше писать. То есть вот здесь тоже уже вот такая особенность, которую нам с вами необходимо учитывать. Далее, если мы говорим о людях, у которых, руководителях, в частности, у которых фокус – это люди, то тут выделяются у нас с вами влияющие и стабилизирующие. Влияющие – что? Мотив какой у них? Похвала, признание. То есть тут надо как можно чаще, скажем так, даже в коммуникации обращаться вот к этому их мотиву, ну, условно говоря, представлять коммуникацию в том ключе, что реализация, например, этого проекта приведет к успеху или реализации этого проекта, позволит нам достичь чего-то, каких-то лучших результатов во всем колдинге, и, соответственно, вот эти люди тогда более охотно воспринимают наше предложение. Ну, и есть еще такой стабилизирующий тип – это безопасность, уверенность – вот основной мотив. И вот здесь, коллеги, важнее всего в коммуникациях что? О чем говорить? Описывать риски и показывать, как эти риски надо избегать. Вот что важно, стиль коммуникации здесь как раз слушает. То есть вот если влияющему надо вот эту идею продавать на его языке, показывая как раз, как эта идея даст, реализация этой идеи даст небо в звездах, небо в алмазах, то вот стабилизирующему он слушает, и его скорее надо, знаете, поддерживать. Что здесь, да, вы знаете, вот если мы это реализуем заранее, данное предложение, то все у нас будет хорошо, да, и что вот лучше реализовать это сегодня, потому что через неделю уже могут быть какие-то сложности. Вот на стабилизирующих типах лучше как раз коммуницировать таким образом. А коллеги, сейчас забегая немножко вперед, я хотела показать вам одну практическую, как раз практическую, да, фрагмент из письма, который хотела вам вот дать посмотреть, зачитать. И, значит, хочу задать вам вопрос. Как вы думаете, вопрос звучит так, как вы думаете, какому из четырех типов, о которых мы с вами проговорили, вот данная коммуникация подойдет. И смотрите, здесь один из руководителей пишет как раз письмо, что вот непроизводственные потери завода выросли за последний год со 180 миллионов до 187. В то время как убытки по причине брака составили 176 миллионов. Около 60% брака вызваны высоким износом оборудования, еще 30% брака. Связанность с работой людей, коллеги, это все из реальных коммуникаций взятых. 10% брака возникает по неустановленным причинам. Основная причина непроизводственных потерь – 82, а простое оборудование, возникающее по причине неритмичности заказов. Ну, в общем, вот какое-то такое коммуникация. Сейчас, чтобы вам было легче, я давайте переведу опять к нашей классификации с тем, чтобы вы видели их мотивы. А письма, письма не видно. Да, Ксения, давайте еще раз покажу письма. Вот. Немного практики. Вот здесь вот. Так видно, коллеги? Дайте знать, видно или не видно письмо. Видно. А вот. То есть, вот здесь изложены, да, вот прекрасно, да. Вот изложены цифры, что потери завода возросли, по причине брака 176 миллионов, около 60% вызваны высоким износом оборудования, 10% брака возникают по неустановленным причинам. Вот начальник отдела пишет такое письмо своему руководителю, мы положим генеральному директору. Так вот, коллеги, вернусь сейчас опять-таки к классификации. Ваше предположение, к какому типу такая коммуникация будет соответственно полезна? Коллеги, я, конечно, отвечу на этот вопрос, но лучше бы, если бы вы высказали свои предположения, потому что тогда это будет, ну, из разряда послушал, да, интересно, но мало что вам даст для практики, для реализации ваших, ваших целей. А С, да, вот вижу, Татьяна пишет, что С, то есть стабилизирующий. Есть еще какие-то предположения, коллеги? Коллеги, ведь... Я соглашусь, я думаю, СИ. СИ, да? Я просто что еще хочу сказать, Маргарита, да, и коллеги всем, что умение высказывать свою точку зрения, это тоже такая очень важная, важный такой навык, и в рамках такого рода семинаров их как раз очень, как сказать, просто отрабатывать. При генеральном директоре страшнее, там цена ошибки велика, а здесь-то, видите, как говорится, риска-то нет никакого. Коллеги, но на самом деле, скажу по своему опыту, никакому, потому что любой из этих лиц любит как минимум очень четко, как сказать, не описание ситуации, а выводы и рекомендации. То есть любой из первых лиц любит, да, краткое описание, что условно говоря, это причины брака, брак возрос на со 180 до сталькита, при этом, соответственно, главному лицу, что необходимо, ему надо понимать, что с этим делать дальше. То есть смотрите, ему пишут, вот как раз такого рода письма, обратите внимание тоже на свою коммуникацию, очень мешают построению карьеры, потому что что они создают? они создают некомфортность и неудобство первого лица, потому что он видит, что что-то там серьезно, особенно для стабилизирующих будет плохо, потому что вот вы написали S, да, а S-то или вы адаптивного имели в виду, смотря какой S написали, а вот, ну он-то и так, собственно, конфликтов боится, а тут написано стимулирующий, да, стимулирующий вижу, да, так вот, он и так конфликтов боится, ему пишется о серьезной проблеме и при этом ничего не говорится о том, как проблему решить. Согласны со мной? Люсики, поставьте, кто согласен. Я на своей карьере это неоднократно испытывала, то есть знаете, был момент, когда как раз занималась бюджетом крупной компании, то есть одна из моих задач была бюджет, и помню, как однажды, как раз генерально, правда, я это позволила только один раз, поэтому, соответственно, карьеру это особенно не повлияло, то есть только на какой-то момент, но там примерно так же я написала письмо, что вот у нас бюджет, затраты растут, и вот помню совершенно лицо генерального, а что теперь с этим делать? Она, кстати, относила, знаете, вот к такому адаптивному типу, но тем не менее, в общем, как говорится, не пошло. Так вот, что тогда с этим делать? Да, давайте, значит, сразу скажу, вот здесь у нас представлен еще такой своего рода чек-лист, чтобы вы по своим руководителям могли определить, к какому типу они относятся, и исходя из того, какой это тип, соответственно, и строили свою коммуникацию каким образом? То есть доминирующему говорили, что, когда, сколько, пришел, то есть, как данное письмо могло быть сформулировано? Затраты у нас растут на столько-то процентов, причина на данный момент непонятна. для того, чтобы минимизировать или исключить дальнейшее рост затрат, необходимо провести исследование, которое будет стоить столько-то рублей, закончим к такому-то числу и минимизируем потери. Вот что, когда, сколько. Вот так будет звучать данное письмо для доминирующего типа. А для А, значит, для А это будет, кто будет делать? То есть тут надо четко указать, какую компанию мы, например, или как мы будем проводить это, кто будет проводить это исследование. Вот, значит, вот С типу, да, а почему, зачем? То есть, надо писать как раз, что данное исследование позволит нам, почему мы его хотим провести, потому что у нас в компании нет людей достаточно компетентных, ну, либо, например, мы можем провести сами, потому что компетенции нужны. А зачем? С тем, чтобы как раз наша судьба была светлая. Ну, естественно, писать будем не о том, что судьба была светлая, а писать будем о том, что это позволит нам минимизировать дальнейшее увеличение роста затрат. Ну, и здесь мы, конечно, еще поговорим о людях, типа С. То есть, вот это своего рода коллеги чек-лист. Но в любом случае, любому из этих типов, четко, ясно, лаконично. И вот сейчас давайте посмотрим, как надо начать. И затем, вот третий пункт, да, адекватность цели коммуникации. То есть, как оценить адекватность нашей коммуникации. Не слишком ли мы много просим у людей? Так, коллеги, пока есть какие-то вопросы по моему комментарию касательно письма и касательно того, как в зависимости от типа главного лица надо немножко по-разному построить коммуникацию. Поставьте, пожалуйста, плюсики, кому понятно. Если не понятно, просто, да, задайте вопрос, я на него отвечу, потому что вот это самый, наверное, главный кирпичик, дальше тоже важные два кирпичика. Да, слушаю вас. Да, можно я спрошу, как понять, если может быть руководитель как бы смешанного типа, он может быть и доминирующий, допустим, да, и вот второй, там, ай, который, то есть, как в таком случае, или, допустим, D и S, допустим, зачем? Ну, смотрите, Ксения, безусловно, как сказать, все люди-то, они черные-белые, да, они цветные, и руководитель действительно может быть больше D, может быть больше A, да, или больше S, то есть тут скорее по тому, чего больше. В любом случае, вы можете попробовать первый раз, ну, если у вас, скажем так, сомнения разбирают, возьмите какую-то менее серьезную ситуацию для себя, какой-нибудь стандартный отчет, и сначала скоммуницируйте вот таким образом, потом другим. Посмотрите на реакцию. Ну, второй момент, посмотрите просто коммуникации этого человека, вам, да, и посмотрите, чего в них больше, каких вопросов, что, где, когда, или почему, зачем. Вот это тоже вам поможет, анализируя коммуникацию вашего руководителя, либо генерального директора, понять, какими терминами строить вашу коммуникацию. То есть вообще с людьми лучше на их языке говорить. Поэтому, если он озабочен больше причинами, то тогда вот, значит, мы, соответственно, показываем человеку, как путем нашего предложения можно в этих причинах разобраться, а если что, когда сколько, то как раз говорим, сколько мы сэкономим на это. Условно говоря. Ксения ответила на ваш вопрос? Да, все, большое спасибо, понятно. Прекрасно, потому что, коллеги, вот знаете, это к разряду, относится к разряду таких вещей, которые, с одной стороны, вроде как понятны и просты, а с другой стороны, вот если так смотреть на карьеру своих коллег, которые многие стали либо руководителями крупных департаментов, либо кто-то даже и коммерческим, генеральным директором стал, вот это то, на чем мы в первую очередь теряемся, то есть неадекватно, строим наши коммуникации. Поэтому, вот и чек-лист этот важен, и, соответственно, вот говорить на языке, это как раз из этой темы, в первую очередь. Ну, смотрите, выяснили мы, какими словами говорить, да, хорошо, но достаточно ли это? Конечно, нет. А дальше, любая наша коммуникация должна нести какую-то цель. И, вот, знаете, я очень благодарна как раз Павлу Безручко, руководящему партнеру компании КАВСИ, которая в своей книге, я в конце вам покажу, да, дополнительную литературу, которая может быть вам полезна для углубления данной темы. Так вот, он, знаете, очень хорошо сформулировал и образно, что цель письма – это реакция первого лица, ну, или реакция того человека, которому мы пишем, которую мы хотим получить на выходе. Обычно, что мы хотим получить на выходе? Давайте посмотрим. Ну, в первую очередь, есть у нас такой тип, когда мы делаем запросы и предложения. Ну, например, предлагаем своего руководства провести какое-то исследование, как, собственно, вот в примере, который я вам показывала, да, там в конечном итоге именно это следовало сделать, правда, в письме об этом не написано явно. Так вот, получить, это был запрос, предложение, так вот, что можно получить? Хотеть получить одобрение или согласие? Получить полномочия или ресурсы, ну, например, проект мы не можем реализовать в срок, да, а нам, соответственно, нужно дополнительное время, вот ресурсы дополнительные. Либо надо с внешне, со смешниками разобраться, а у нас полномочий нет. Вот в данном случае тоже мы можем хотеть получить полномочия. Но вот то письмо, которое мы с вами анализировали, там одобрение и согласие, Как раз на анализ хотелось, да, правильно было получить. Дальше иногда мы вот уже с вами все сделали, проанализировали, сделали предложение свое, и теперь хотим получить решение или мнение, или совет, как нам дальше двигаться. А помимо этого, что мы еще можем хотеть получить? Разрешение на конкретные действия. Вот мы с вами проанализировали, сделали предложение, вот первое, второе, третье запланировали, например, найти подрядчиков, соответственно, согласовать с ними план действий и так далее. Так вот, это тоже необходимо, да, получить от первого лица. И вот это, коллеги, у нас все и должно быть в цели. Естественно, это должно быть не в лоб, но, например, как мы можем сформулировать желание одобрения или согласия? Есть какое-то предположение, коллеги, у вас? Ну, как вот мы можем сформулировать? Ну, чтобы это как-то не хрестоматийно, а как в жизни было. Прошу рассмотреть или прошу согласовать. Да, прошу согласовать данное предложение, да. Либо можно даже вот мнение, например, спросить, да. Если первый этап боимся, понимаем, что согласие не факт, что получим, ну, значит, мнение можно спросить, совет. А дальше что еще у нас с вами может быть? У нас еще с вами, помимо запросов, предложений, отчеты могут быть. И это вот такая, самая такая, одна тоже очень важная тема, потому что, когда мы делаем отчет, мы же его не просто так с вами делаем. Хочется надеяться, что каждый из вас хочет получить признание или высокую оценку, хочет своим отчетам помочь в принятии решения. Ну, не знаю, какой делал отчет Пьер Кросс в Розальбе карьера, но, во всяком случае, помог он ей в принятии решения точно. И Королю, кстати, тоже помог. Ну, и получить согласие с рекомендацией. То есть, вот, коллеги, вот это все должно быть у нас с вами в теме письма. И, собственно, так или иначе, это должно быть и в теме письма. То есть, либо, вот, как говорится, дайте нам добро, либо ваше мнение выскажите, соответственно, либо три варианта предложили руководству, причем сразу с плюсами и минусами, и предложили, соответственно, выбрать какой-то из них. Вот, вот, вот это, коллеги, поставьте, пожалуйста, цифрами, как часто вы в своих коммуникациях или в коммуникациях коллег, вот видите, чтобы была сформулирована вот такого рода цель. Прямо можно, значит, смотрите, единичка пусть у нас с вами будет часто, а нолик редко. Вот, вот, хотелось бы посмотреть, как у вас обстоят дела на эту тему. Так, не вижу пока в чате ответов. Да, Маргарит. Я, если честно, тоже практически не видела, но своих сотрудников приучила так делать. Да, Ксения. Коллеги, нас 20 человек. Так, вот, Татьяна, Татьяне повезло, она работает в той среде, где прямо часто такое бывает, очень хорошо. Но Татьяна как раз может утвердиться, что на правильном пути. А коллеги, у кого как, у остальных, потому что у нас 20 человек, а ответы я получила только вот от трех, может быть, еще хотя бы человек пять отпишет, насколько вот эта тема у вас уже сейчас есть или насколько надо обратить на нее внимание. То есть вот пока из выборочной оценки, это получается у нас порядка 11%, но плюс если еще мой голос, да, то, в общем, выборка достаточно, получается, как сказать, достоверная из нас, что это как раз та тема, на которую имеет смысл обратить внимание. И это как раз то, что отличает эксперта, который не говорит на языке первых лиц, с партнером, который говорит на языке первых лиц. Вот, коллеги, по моему опыту, как только мы начинаем помогать в принятии решения, цены нам нет. Сколько бы лет нам ни было. Именно это отвечает, в частности, на ваш вопрос. То есть в любом случае, чтобы не смотрели на возраст, мы должны становиться внутренним либо партнером, либо консультантом, помогая в принятии решения. Чем мы лучше это делаем, никто уже не смотрит на то, сколько нам лет. Вот, коллеги. Значит, а вот теперь мы, собственно, уже близимся к третьей части нашей темы, которая как раз третьему пункту нашей сегодняшней встречи по поводу адекватности цели. То есть про цели мы с вами проговорили, да, про особенности главных лиц поговорили. То есть, исходя из этого, поняли, какими словами к ним обращаться, на какие ценности в нашей корреспонденции или в наших предложениях и запросах делать акцент. А с целями разобрались. А вот теперь давайте посмотрим, как, сколько, в какой последовательности мы должны ставить цели в своих коммуникациях, чтобы наша коммуникация была с одной стороны необходима, а с другой стороны не перегружала, не перегревала первых лиц. Вот как вы думаете, а сколько целей и предложений можно вместить в одно письмо? Коллеги, вы очень активно вот сейчас уже начали отвечать на вопрос по поводу актуальности цели коммуникации. А давайте теперь так же активно ответьте, сколько, ага, два можно. Елена, можете сразу прокоммуницировать, какие? Потому что с одной стороны ваш ответ правильный, а с другой стороны зависит. А Татьяна, вижу, не более двух, да. А вот, коллеги, давайте посмотрим, потому что с одной стороны вы правы обе. Да, вот что-то типа, знаете, такое не очень опасное, причем в зависимости, хоть доминантное лицо, хоть нет. А можно, да, одобрение или совет можно получить. А вот если просить и ресурсы, и серьезное какое-нибудь одобрение или согласие, или разрешение на конкретные действия, то коллеги не больше одного. Потому что это все опять-таки строится на, как сказать, на затратности, энергозатратности наших просьб первым лицам. То есть если мы хотим стать для них именно такими партнерами, помогающими принять решение, то тогда в целом оперируем, что не больше одного. Но если говорить, вот согласно с Ксенией, статья, Ксения, да, вот написала, что одобрение и совет можно, да, можно сразу. Потому что одобрение и совет, он по большому счету главному лицу мало чего стоит. И вот, коллеги, если вот хотя бы вот эти три пункта. Безусловно, есть еще много чего, о чем поговорить на тему о том, как стать партнером первых лиц, а это как раз помогает нам строить карьеру, да. Мы с вами вначале говорили о том, что это один из основных трендов текущего момента. То есть консалтинг, партнерство, но и коучинг, да, про коучинг мы сегодня не говорили. Да, есть еще много других моментов, но это мы рассматриваем в курсе основы консалтинга. А вот то, о чем мы говорили сегодня, в курсе мы практически не рассматриваем. Поэтому я, собственно, вот эту тему и выбрала, чтобы было интересно тем из вас, кто дальше пойдет к нам на курс, и тем из вас, кто не пойдет к нам на курс. То есть вот процентов на 70-80 вы уже повысите вероятность того, что ваши предложения будут приниматься с первого раза. Если будете понимать типаж вашего первого лица, если будете формулировать цель в терминах реакции, и если будете дозировать эту самую цель. Ну что, коллеги, вот это письмо мы с вами уже, по сути, разобрали, и даже разобрали, кому и как его необходимо представить. А теперь я хотела дать вам полезные дополнения с тем, чтобы те из вас, которые хотят дальше самостоятельно развиваться в данном направлении, могли это сделать. И вот еще, соответственно, вижу, три вопроса у нас в начале было, я на них отвечу уже после полезных дополнений. Итак, что может быть первым полезным дополнением? Вот это книга Павла без ручки, без воды. Коллеги, это буквально 186 страниц сплошной пользы. Да, самые такие важные пункты два, как минимум, я вам сегодня сказала, рассказала о них, но, тем не менее, там примеров гораздо больше. И есть очень полезный чек-лист, который вам тоже поможет в этом направлении дальше преуспеть. Далее очень полезная книга Никиты Непряхина. Это к вопросу о том, как структурировать свою аргументацию. Потому что мало того, чтобы понимать первых лиц, мало того, чтобы правильные цели ставить, дозировать их, необходимо еще свое предложение правильно, логически выстраивать. А для этого как раз поможет книга Никиты Непряхина, аргументируя это, и книга Барбары Минта, это как раз Макинзи, немного, не мало компания, о том, как тоже выстраивать логику коммуникации. Причем это полезно как для устных коммуникаций, так и для письма. И все, о чем мы с вами говорили, это тоже полезно, как в рамках ваших встреч ТЭТ на ТЭТ с вашими руководителями, особенно с генеральным директорами, да, и с любым руководителем, так и в рамках коммуникации. Вот, коллеги, основные моменты, на которые сегодня хотелось с вами остановиться. Ну, а кому хочется вместо того, чтобы тратить несколько месяцев на прочтение книг, скажем так, за один день преуспеть, то вот учебный центр «Специалист. Ваш путь к успеху». Коллеги, я бы сейчас хотела в заключении построить нашу встречу таким образом. Вопросы, те, кто еще не задал их, и отвечу на те три вопроса, которые мне были заданы в самом начале в чате. Так, итак, жду вопросов. Если вопросов нет, то тоже плюсик просто поставьте. Так, вот, знаете, люблю дистанционные коммуникации, с одной стороны, потому что позволяют вам вне зависимости, нам с вами развиваться вместе, да, вне зависимости от того, где мы находимся, а с другой стороны, очень тяжело, когда нет обратной связи. То есть очень, как сказать, непонятно, то ли всем понятно, то ли всем непонятно, то ли что-то еще требуется для того, чтобы сегодняшняя встреча была вам полезна. Так, вот от Елены вижу, что плюсик, все в порядке. Ну, давайте тогда, чтобы опять-таки вас не задерживать, те из вас, кто готов сейчас плюсики написать, я тогда жду ваших плюсиков, ну, или бы ваших вопросов. А сама, да, вот сейчас хорошо, а сама со своей стороны, значит, что хочу сделать? Ответить? Будем применять, да, спасибо, Ксения. Так, а сама вернусь тогда к поступившим вопросам. Как из категории подчиненной перейти в категорию руководитель? Татьяна, смотрите, вот как раз то, о чем мы с вами говорили. С моей точки зрения стать партнером первого лица. То есть людей, которые являются партнерами, которые действительно помогают принять решение, можно сосчитать по пальцам. Книг написано немало, но, знаете, не все стали крозами, не все стали даже просто руководителями. Поэтому вот экспертиза сама по себе, она недостаточна. То есть если мы не научимся говорить на языке первых лиц, то, знаете, хорошая какая-то мощная карьера нам не очень светит. Ну, либо это очень длительный период. Татьяна, ответила на ваш вопрос? Дайте знать. Так, Татьяна, пока не вижу. Лучше, смотрите, если, соответственно, что-то не ответила так. Все. А как стать, собственно, вот как минимум те три техники, о которых мы сегодня говорили. Если нужны больше, то тогда welcome на наш, как раз, на наш курс «Основы консалтинга». Там будем, естественно, гораздо более подробно говорить, в том числе о других моментах, которые тоже помогают в построении карьеры, как партнера, так и консультанта. Так, теперь давайте посмотрим. Имин, отвечаю на ваш вопрос по поводу 45+. Да, тоже, собственно, вот эти вот инструменты. Ксения, значит, я запись поставила. Надеюсь, что все, да, сохранится. Уточню потом, как, где она будет выложена, где ее можно будет найти. Так, и по поводу презентации тоже с тем, чтобы уточню в нашем учебном отделе, как вы ее можете получить. Так, значит, давайте посмотрим еще. Эмин, дайте знать, ответила ли на ваш вопрос. То есть тут, знаете, как сказать, с одной стороны все просто, а с другой стороны чудес, они бывают. Вот как вы начнете только применять эти три простых момента, вы сами увидите, насколько в жизни ваше все меняется. Но если не начнете, знаете, есть такая фраза, когда к учителю приходит ученик и спрашивает, а долго ли ждать изменений? И ответ учителя следующий, если ждать, то долго. Поэтому вот прямо с сегодняшнего дня начните применять вот эти три, скажем так, две техники, одну классификацию и увидите очень быстро результаты. Так, сейчас посмотрим в самом начале. Было по поводу как раз. Так, перспектива карьерного роста относительно себя. Один, два, три, не знаю, когда к вам обратиться, просто по цифрам не очень хочется. Анализ текущей ситуации своей. Ну тут, видите, если какая-то, либо вопрос тоже детализируйте, пожалуйста, либо, ну вот скажем, основные перспективы я как раз обрисовала, а вот конкретно под вас надо просто вашу ситуацию понимать более точно. Так, Дмитрий, возможности скорректировать карьерное развитие в сфере наше настроение. Дмитрий, вы знаете, вот точно так же поднять себе цену. Любой человек, который помогает первому лицу принимать решения, да еще решения, скажем так, которые приносят успех, ну вот такой человек крайне ценится. И уж тут-то как раз первое лицо всегда найдет возможность и повысить, и, соответственно, и, ну да, и повысить, и приблизить. Единственное, что, Дмитрий, очень важно, вот такой момент. Мы очень часто мыслим своими категориями, своей системой ценностей. Поэтому я в самом начале как раз остановилась на особенностях первых лиц. Ну, то есть, условно говоря, что для Ди это золотое яйцо, то для Эс будет хуже не придумаешь. Поэтому вот именно покажите, как ваши предложения, ваши проекты позволят главному лицу достичь его цели. И тогда все будет в порядке. А как это делать? Понять, что он за типаж, понять его ценности и делать предложения, апеллирующие к его ценностям. Дмитрий, дайте знать, ответил ли на ваш вопрос. Маргарит, ну, на самом деле, вот для построения карьеры вот как раз все ровно это же. Ну, там еще, на самом деле, очень матрица заинтересованных сторон полезна, но это мы тоже уже в рамках курса разбираем более детально. Тут это достаточно такая большая тема по матрице заинтересованных сторон. Скажем так, за пять минут не разберем. Так, ну что, коллеги, есть ли еще кто-то из вас, на чьи вопросы я не ответила? Дайте знать, потому что вот сколько смотрю чат, на все вопросы ответила. Ну, с учетом вашей обратной связи. При смене работы в первую очередь мы ориентируемся, да, тоже на матрицу заинтересованных сторон, то есть выделяем тех людей, которые так или иначе влияют на нашу работу, на нашу карьеру, а потом с каждым из них работаем по тому алгоритму, который мы обсудили сегодня. Так, ну что, коллеги, если вопросов больше нет, плюсики поставьте, пожалуйста. Когда еще будет вебинар? Ксения, насколько, скажем так, сегодня, такого рода семинар, как сегодня, в ближайшее время, насколько понимаю, не планируется? А курс у нас «Основа консалтинга» в следующую субботу будет курс. Там будем, вот эти моменты мы как раз на курсе не обсуждаем, ну, то есть буквально кратко касаемся, и обсуждаем то, что не обсуждали сейчас. Там достаточно еще много моментов. То есть я специально сделала так, чтобы интересно было и тем, кто потом придет в субботу, и тем, кто не придет. Тем, кто в ближайшее время не планирует, вот, пожалуйста, те три книги тоже выбрала такую пинтэссенцию. Так, чтобы было кратко, наглядно, без воды и практично для каждого из вас. Ну что, коллеги, в чате вопросов больше не вижу. Как я понимаю, значит, на основании этого делаю вывод, что всем на все вопросы ответила. Буду очень рада, если вы потом поделитесь со мной, как у вас это все получилось применить. Сейчас напишу вам свой адрес. Так, значит, сейчас напишу вам в чате свой адрес. Или давайте что-то в чате почему-то... Так, давайте сейчас делаю проще. Так. Вот, собственно, коллеги. Особенно слушателям, те, которые у нас будут учиться дальше на курсах, то вот, соответственно, как можно еще связаться. Так, ну что, коллеги, тогда спасибо всем большое за активную работу. Желаю вам счастливого и успешного построения карьеры. И, да, до новых встреч в учебном центре специалистов. Так, я тогда останавливаю, да, отключаю. До свидания. Да, сейчас отключаю вебинар. И, собственно... Да, и выходных всех тоже, конечно, хороших. Субтитры сделал... Продолжение следует...